15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Для поселка Развилка эта дата значимая, ведь сейчас здесь проживает не один десяток воинов-афганцев. А выросший в поселке Сергей Соломатин погиб на полях сражений в 1985-м. За годы войны в Афганистане погибли тысячи наших молодых ребят. Мы сегодня их вспоминаем и отдаем дань памяти их героическому поступку. Ценой своих жизней они защитили границы нашей родины. Глава поселения Марина Комардина поблагодарила за доблесть и отвагу присутствовавших на торжественном мероприятии ветеранов-афганцев, после чего состоялось возложение цветов к стелле, установленной в память о героях сражений. Заместитель председателя общественного совета сельского поселения Развилковской Игорь Борисов сам прошел через Афганистан и награжден медалью за боевые заслуги. Выпала такая задача участвовать в боевых действиях. Это уже в 1988 год в составе двух пар вертолетов Ми-8 и одной пары вертолетов Ми-24 мы шли в Кандагар для освобождения из окружения правительственных войск Республики Афганистан. После митинга ветераны боевых действий собрались в Развилковской школе, где к памятной дате местный отряд юнармии приурочил открытие экспозиции, посвященной участникам вооруженных конфликтов. Очень хочется обратить внимание, что эта экспозиция посвящена не только выводу советских войск из Афганистана, а локальным воинам, где наши граждане принимали участие и отстаивали интересы чести и свободы наших граждан и интересы нашего государства. Идейным вдохновителем этого события стала краевед Галина Рубинская. Сделать подобный стенд с материалами и фотографиями она планировала уже много лет. О наших участниках войны, локальных войн, я имею в виду, надо сказать больше. Их у нас 64. 37 участники афганских событий. Юнормейцы считают День памяти воинов-интернационалистов важной датой в истории нашей страны. Нужно помнить своих героев, тех, кто сражался за свою страну и не только, тех, кто отставил свои права, права своих соотечественников и людей из других стран. В такие праздники мы отдаем, наверное, дань уважения, чтобы ветераны могли помнить, точнее, знать, что мы их помним, то, что мы их никогда не забудем, их подвиги. Завершился день концертом, подготовленным школьниками. Со сцены прозвучали стихи и песни о войне, а также воспоминания солдат. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.